В 1809 году в Санкт-Петербурге после новой задуманной реформы открылась первая духовная академия, Санкт-Петербургская духовная академия. В этой духовной академии одним из предметов, который должен был преподаваться, являлась философия. Найти подходящего преподавателя по философии для Санкт-Петербургской духовной академии было очень непросто. И это был довольно длительный процесс, и на первых порах самые разные люди участвовали и в процессе подбора кандидатов, и пытались читать вот эти вот курсы философские. Так или иначе, фоном этих поисков и первых курсов, как ни странно, выступила кантовская философия. В 1808 году состоялся один весьма примечательный эпизод. Из Троица Сергиевой лавры был вызван молодой на тот момент монах, ему было где-то около 26 лет, это был будущий митрополит русской православной церкви Филарет в миру Дроздов. С точки зрения других иерархов русской православной церкви, в частности архиепископа Феофилакта в миру Русанова, это был один из кандидатов для преподавания философии в Санкт-Петербургской духовной академии. И Феофилакт Русанов решил устроить экзамен молодому человеку, и он, недолго раздумывая, решил спросить у Филаретта, что есть истина. Я думаю, любого человека во время экзамена такой вопрос поставил бы в тупик, да и не только во время экзамена, но Филаретту нужно было что-то отвечать. И он в соответствии с философскими представлениями, которые господствовали тогда в большинстве семинарий, а господствовала на тот момент вольфианская философия, стал говорить о различии логической истины и метафизической истины. Сегодня, может быть, это развлечение не всем понятно. Под логической истиной понимается, наверное, что-то из того, что мы и сегодня чаще всего под истиной понимаем, некое соответствие нашего представления о предмете самому предмету, в то время как метафизическая истина — это то, что из широкого оборота ныне ушло, но это учение, которое восходит к средневековому учению о так называемых трансценденталиях, о том, что всякое сущее является истинным, единым и благим, и сущее как сущее само является истинным. В данном случае мы имеем дело не с каким-то соответствием нашего представления человеческого. Человека может и не быть, но сущее само по себе как сущее является истинным. И вот именно об этом развлечении Филарет на этом экзамене и решил сказать. Но Феофилак такой ответ не устроил, и он спросил, ну а что такое истина вообще, и затем попытался еще уточнить. Ну вот так как Кант понимает истину. С точки зрения Феофилакта Русанова вопрос о том, что такое истина, есть сугубо кантовский вопрос. Мы, конечно, можем обнаружить в критике чистого разума кантовский вопрос, что такое истина, но он такой же кантовский, как и гегелевский, аристотелевский, платоновский. Кстати, любопытно, что говорит Кант в критике чистого разума на этот счет. Он говорит, когда задают такой вопрос и слышит ответ, истинное соответствие знания своему предмету, то оказывается в какой-то странной ситуации, будто один дует козла, а другой подставляет под него решеток. Потому что отвечая таким образом, вы ничуть не снимаете познавательной неопределенности, потому что человек хотел узнать о критериях истины. Но, возвращаясь к этому экзамену, возникла заминка, и Филарес вспоминает, о кантовой философии тогда у нас в Троице-Сергиевой Лавре почти ничего не слышали. И ответить на этот вопрос, разумеется, было очень непросто. И спас эту ситуацию ректор Троицкой-Сергиевой Лавре и семинария, который вместе соприсутствовал на этом экзамене, который сказал Феофилакту «Ну, знаете, Владыка, вы такой вопрос задаете, на который и сам Иисус Христос Пилату не ответил». Это немного разрядило ситуацию, и Феофилакт стал советовать читать Канта, изучать французский язык, потому что, с его точки зрения, именно на французский язык переводится вся значимая литература того времени ретроспективно. Филарес вспоминал, зря я последовал этому примеру, лучше бы учил немецкий язык. Ну а кроме всего прочего, он посоветовал еще и читать произведения Эммануиля Шведенбурга, так это в старом произношении звучит, это мистика с произведениями, которого полемизировал Кант в шестидесятые годы XVIII века. Имела ли это дальнейшая история какие-то последствия? Филарет относился к философии как к чему-то, что является холодной дисциплиной и не согревает сердце. Кантова ли философия, либо другая философия, его сердце лежало к теологии. Философию в конце концов стал преподавать приглашенный профессор Игнатий Аурелий Фесслер, который хоть и был некоторое время сторонником кантовской философии, но в большей степени на тот момент был воодушевлен Платоном. И это один из тех мыслителей, который именно в духовно-академическую среду Российской империи привнес вот эту вот платоновскую мысль, которая, разумеется, и долгое время до этого существовала. Но если мы говорим о боготемической среде, то роль Фесслера здесь несомненная. Ну а что же Филарет? Филарет купил четырехтомный перевод кантовских сочинений на латинский язык, потому что латынь он, разумеется, знал. Как обстояло дело с немецким языком уже понятно. Этот перевод был осуществлен немецким ученым Борном. Это вообще первое собрание кантовских сочинений. Оно вышло не на немецком языке, а на латыни. И вспоминает Филарет об этом так. Почитаешь этот перевод, а перевод был совершенно неудобоваримый. Одну страницу, вторую, и голова трещит. Впоследствии этот четырехтомный перевод Филарет подарил библиотеке Троице Сергиевой лавры. Ну, может быть, для того, чтобы будущие несчастные экзаменуемые могли с большей легкостью ответить на вопросы о том, что естественно с точки зрения кантовской философии. И вот это вот отношение к кантовской философии, почитаешь страницу и голова трещит, это еще один лейтмотив русской кантианы. Субтитры создавал DimaTorzok